что что мы сегодня хотели посмотреть вот гриша слышимость хорошая вот соня вот вопрос к тебе ты постоянная и внимательная зрительница на канале левитов расскажи где как-то увидела что обсуждали там это тоже так я я я по сути со стрима увидела я решил у меня там интернет дико зависал поэтому там по несколько секунд бывало терял времени ну я чисто сыграл на самом деле чтоб меня как-то упомянули ну-ка тогда я не совсем понимаю в чем ты играл ну там просто вызов кинул александра шиманова в пулю так ну просто то есть как игра со зрителями он просто принял и чем закончилась партия ну я проиграл там на самом деле у меня интернет просто очень сильно подвисал подвисал интернет ну да но не суть мне не было задачи выиграть мне просто задача я же сказал получается что шлябинске что греш п 0 6 это как бы мой аккаунт после партии с ольгой бодельки она после и она типа рассказала александр шиманова на стриме об этом да 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 такая история и это было вчера ну да соня а ты это видела да 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 я смотрю думаю о гриша обалдеть стриме по минутке но вообще надо было выигрывать шиманова но проблема в том что там интернет не ну может быть надо было мне с телефона подключиться чтобы какая-то более-менее нормальная партия была интернет а так ты еще из телефона то есть шибана но я не с телефона просто мне плохой интернет а плохой интернет был да понятно но хорошо играть по минуте на таком это конечно хорошо сегодня я хотел бы посмотреть партии с турнира в челябинске сейчас завершился турнир в челябинске и опять же ваши живые комментарии послушать то есть вот вольера что-то наверное покажет расскажет о какой-то своей партии и вот гриша хотелось бы посмотреть в твою партию причем вот с этой ольгой боделька а как правильно боделка или боделька партию с мягким знаком да да я как бы они слышал достаточно давно она из беларуси получилось так что примерно лет 20 21 год назад у меня очень положительные были результаты на беларуси я даже однажды работал в качестве тренера одной из участниц на высшей лиги но в круговом турнире чемпионат первенстве беларуси среди женщин но тогда были другие шахматистки еще помню пока другое поколение там больше 20 лет назад а тут появилась талантливая шахматистка ольга боделка и она выделялась очень сильно конечно и прямо на европейском уровне выделялась у него высокий был рейтинг хорошее качество игры подготовка дебютный репертуар очень хорошо поставлен был и примерно года четыре назад четыре года назад если не ошибаюсь сейчас 22 может быть три года назад я не помню из-за коронавирусных этих всех ограничений я могу ошибиться я ездил на чем на первенстве европы и готовил одну шахматистку в турнире девочек по-моему там типа до 17 лет я могу опять же перепутать возрастную категорию камалия булатова из республики татарстан и оказывал ей помощь от первого и до последнего тура и произошло чудо камалия стала чемпионкой европы это было конечно просто фантастика просто запредельная фантастика на там была стартовый номер у него какой-то там во втором десятке элла фаворитом была тогда вот как раз ольга боделька там сильные шахматистки играли там катя гольцева играла но я даже не буду всех перечислять это был крутой турнир крутое первенство европы и шансов у камалия булатова практически никаких не было во втором десятке но она стала чемпионкой европы и я помню что туре в пятом примерно плюс-минус один тур жеребьевка свела вот с этой боделька боделькой ольгой и надо было готовиться к ней и я готовил камалию булатову шесть часов три раза по два часа с перерывами то есть первый раз там после завтрака два часа сказал мало давай перерыв я еще готовился то есть часов десять изучали боделку чтобы выйти из дебюта нормально потому что она очень хорошо знала дебюты дебюты лучше чем булатова камалия но удалось вот за шести часов это чистого времени шесть часов а я еще работал сам самостоятельно думал куда занырнуть где ее поймать обойти то есть восемь часов шла подготовка общая сложность мы сыграли в ничью и в конце концов боделка осталось на втором месте в турнире хотя мы ожидали что да не мы вообще весь шаг ну все 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 тренеры эксперты считали что боделка там займет сто процентов первое место она там имела рейтинг за 2 400 что-то такое а играл там с 2 с двухтысячниками 2 200 она второе место заняла и когда мы потом ехали сне в автобусе обратного цветы после команды еще она до была расстроена и потом я как бы потерял след потом коронавирус а потом выясняется что она сейчас в россии что она оказывается звезда теперь на канале левитов чес вот это все что я знал вот все что я знал гриша и вот что там что ей 20 лет вот я понимаю сильная шахматистка а чоню с рейтингом ну вот вот где-то вот до в девятнадцатом году рейтинг был за 2 400 ну и вот она сейчас ну 2 450 нет но в принципе это высокий рейтинг я бы но где-то видите прекратился рост то есть она находится на каком-то вот этом одном уровне плюс-минус туда-сюда вот это вот так происходит но это очень сильная шахматистка и очень интересно гриша если ты нас слышишь хорошо да расскажи пожалуйста что случилось у вас с ней в партии ты играл черными я играл черными но готовился готовился почти ко всему ну то есть но я именно до 4 готовил вот и каталон условно смотрел по моему смотрел а смотрел ним сович в основном смотрел ход c4 думал что играть на c4 ну и в общем она сыграла кони в 3d5 g3 перед этим я сыграл с данишваром барди схему с коней в 6 лон g2 g6 и ну мне не очень понравилось хоть у меня и получше было и я решил ну по сути дела ладно пофиг то есть потому что я знал что у нас b3 играет и я примерно так здесь пойти кони в 6 лон g2 е6 как в партии рокировка слон е7 c4 рокировка я думаю она здесь пойдет b3 и тогда я парни планировал ход d4 на б3 d4 но мне типа не нравится классический просто не нравится за черный классический каталон играть особо если честно вот да но на батареи d4 мне в принципе все устраивает там хорошая позиция есть ход и конь c6 есть ход c5 и там и там черный хорошо в принципе на е3 есть конь c6 по-моему интересный ход если не что есть который можно сделать ну так же c5 основной ход c5 также конь c6 да в общем позиция здесь у черных хорошее достаточно еды цд и дцд там ладья е1 или слон b2 или d3 да да ну d3 конь c6 ладья е1 конь d7 по-моему да и здесь идет за пункт е5 наверное какая-то должна развить да 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 ну так же ладья е80 ход в общем я готов был на эту позицию идти что-то я там готовил вот хорошо но она пошла ну то есть к б3 был готов она была пошла в классический каталон d4 не особо расстроилась но мне конечно не очень приятно играть классический каталон за черный но я побил dc перст 2 можно уточнить а что тебя вообще вот смущает в классическом каталоне то ну не знаю там c6 не нравится ход c6 не нравится вот так b6 ну dc там я понимаю ну то есть там в принципе не нравится что во-первых вот я за это и люблю каталон забил потому что во первых здесь из-за черных не люблю поэтому эту позицию потому что здесь большая вариативность то есть есть вот версия 2 исход конь е5 есть вот конь а3 и после вот ферзь c2 ну конь а3 надо хорошо знать ферзь c2 надо хорошо знать конь е5 ну вот перст 2 а6 казалось бы ну надо знать хорошо ферзь бьется 4 но этот вот не особо волнует но меня больше всего то есть мне не нравится что здесь типа есть ход а4 вместо ферзь бьется 4 то есть на ферзь c4 все хорошо и слон d7 и на слон d7 надо во первых заучить вариант со слон g5 связано здесь ну верно версия 4 самое основное да но и здесь надо еще знать ход слон g5 хотя бы и на слон c6 ладья d1 с идеей получить то есть с идеей вот если b5 принципиально не ходить вот эту линию чем например конь d7 ну b5 то есть например самый принципиальный ход если не делать он bd7 и потом да на b5 здесь слон бьется в шее тоже надо показать и здесь есть ход конь bd2 и белый как-то выскакивают уже конем на c4 что ну что неплохо для белых ну и здесь конечно черных нормально но немного пассивно вот ну если же ходить b5 да то есть то тогда слон бьет of 6 слон бьет of 6 конь c3 надо знать по моему же 6 по моему здесь а версии 8 вот версии 8 до версии 8 чтобы оба не было конечно да и здесь например если е4 то тоже 6 и h4 слон же 7 ну то есть вот эту линию надо знать то есть здесь ходы d5 есть ну в общем если играть за белок то вот сюда можно выйти проверить соперника разочек то есть ну большая вариативность вариативность на самом деле просто также можно и в классический вариант да если например сюда и не идти ну мне вот этот вариант кстати за белых нравится если сюда идти можно пойти в версии бьется 4 получается вот здесь и на слон c6 выбирать между ходами слон в 4 слон g5 и там и там наверное объективно равная позиция но белых поприять как бы это стране изучала ну то есть слон g5 ну на слон g5 основной ход слон d5 но я думаю так можно играть но у белых все равно там я думаю ну должен быть какой-то плюс ну вообще есть линия по моему какая-то переписочная линия вместо слон d5 она мне тоже не особо нравится то есть я уж точно на победу не играю только ну то есть искренне ну вот конь bd7 да вот это второй но я играла против денешева марата по моему опять играл вместо конь d7 вот но опять тоже вот интересный то есть у белых есть какие-то идеи но в общем да здесь конь c3 например ладья d1 тоже есть ход белый как-то конь e5 хотят выменить да я бы конь a6 тут конь bd7 наверное ну и там интересно есть продолжение ну типа здесь ладья d1 я думаю да вот dfd1 снимаю например а6 слон бьет f6 конь f6 ну да ну здесь есть одна идея в принципе да но только здесь не конь e5 есть еще интересно ну в общем эту позицию можно разбирать да конь e5 не вернее ну конь e5 тоже сильный ход но в общем здесь я думаю белый поприятнее как-то надвигаются черные черным я не понимаю что здесь особо делать просто ну я не знаю цеплять проводить белые поля ослабляются e5 тоже белые поля ослабляются в общем позиция достаточно пассивная и белых получше ну да ферса 2 a6 a6 также стоит рассмотреть ход ладья d1 да но я почему-то понимал вот смотрите я понимал почему она на ферсе 2 a6 я не помню точно но наверное я знал что на ферсе bc4 будет бить я знал потому что вернее почему она ферсе 4 пойдет я это имела ввиду потому что на ферсе 2 вместо a6 ход очень популярный ход стал b5 но она об этом знает конечно сто процентов я думаю что она именно не хотел чтобы я b5 играл хотя я думаю наоборот что b5 линия там белая вообще ничем не рискует здесь a4 есть ход конь е5 так играл по моему карлсон против непомнящего ну это идея дубла но если там знать по моему там все хорошо у черных то есть здесь конь d5 конь с 3 что ли или как он там сыграл да а4 значит он сыграл наверно или как или конь с 3 я вот не помню уже ну там если черными знать то белые должны уравнивать вот какой-то вариант длинный я подзабыл я думаю что a4 вот и ну да ну в общем на b5 a4 основной ход слон b7 a b a6 линия a4 b4 очень популярным был до определенного момента пока ну конь в d2 не нашелся вот это играл грешок против накамуры и идея была в том что белых хорошую компенсацию за пешку вот и по моему гамуру пошел c6 и до огонь d5 это было партия динглижень против карлсон да и конь c4 c5 dc слон a6 да и по моему на конь e3 идея конь d7 если не ошибаюсь да конь d7 в общем ну да была такая партия ну это динглижень карлсон так но b4 уже не такой популярный самая такая линия которая всех беспокоит в элите я так понял это а4 слон b7 якобы у черных ничья но а4 слон b7 например a b a6 бак он бьет a6 здесь есть ход ну да кроме бак с3 есть еще ход да здесь ферзь а4 слон d5 ферзь c3 c5 да и здесь слон e3 ну в общем позиция здесь ну лите считается что черный легко дело якобы ничью но мне кажется это немного бредовой линии какой-то абсурдный ну потому что черный вообще не рискует выиграть и была партия например карлсона раджабов там где карлсон просто спокойно эту пешку боя провел и просто легко выиграл раджабова без особых проблем ну то есть в общем бесперспективно для черных линия то есть не претендующую на игру на победу вот но я думаю что она не хотела это допускать и поэтому пошла ферзь а4 да ферзь а4 а6 но меня это немного обрадовало потому что я изучал этот вариант я понимал что по сути никаких там проблем у не должно быть у черных была партия например по моему на камуру а парень что ли в общем здесь проблема а6 ферзь бьет c4 b5 да здесь я пошел а6 основной ход это а6 ферзь а4 b5 ферзь а2 слон b7 она пошел слон b2 ну я здесь дома смотрел ход слон e4 нашел вроде как равенство да ферзь c1 я пошел здесь c6 ну да здесь слон b5 но я пошел c6 мне кажется это оптимальнейшая линия то есть никаких проблем здесь нету черных вообще нету никаких проблем на конь d7 слон опять просто поэтому вот c6 идея в том чтобы как-то c5 нормально проводить и не давать слон опять я просто один ну это давно было конечно когда столкнулся с этой линии я пошел типа конь d7 и получил слона 5 потом b4 по моему что-то такое ну и в общем по черным полям неприятно было здесь не успеть ладятся 8 c5 провести ладятся 8 по 4 наверное так а нет конь d2 может b4 же играем нет b4 должны пойти b4 должны пойти допустим на ферзь е8 версии 8 да и здесь b4 уже сто процентов ну в общем идея в том чтобы не давать c5 ну я пошел c6 мне кажется это лучшая линия на этот вариант ну одна из лучших линий то есть никаких там проблем вообще не знаю черным надо проверить с компьютером все равно может какие то есть интересные идеи у белых появились да она пошла a4 ладья d1 но ладья d1 если я не ошибаюсь вот если здесь ладья d1 по-моему вместо слона вместо хода a4 если слон бьет f3 ход и взятие на d4 а или нет прошу прощения это наверное на ход у мс3 возможно хотя и здесь наверное тоже можно взять но на конь с 3 точно бьем вместо ладья d1 да но здесь конь d7 есть ход но ладья d1 также конь d7 я думаю нормально должен быть но на конь с 3 слон бьет f3 ферзь d4 да здесь конь d7 тоже можно а конь с 3 слон g6 например надо с компом проверить я не ошибаюсь может быть да и здесь наверное тоже хорошо вот и а3 здесь странно ну а3 типа основной ход а3 не знаю а если c5 c5 не проходит как-то напрашивается пишет плюс-минус строчку потом издеваем что ли на c5 столбик слон е3 ход кстати интересного уж ну возможно надо слон бьет f3 брать надо это еще проверить кстати ну в общем ладья d1 надо еще проверить ход но она сыграла 4 основной ход которым я был готов наверное в отличие от ладья d1 но все равно ладья d1 надо проверить наверное там слон бьет f3 можно брать да 4 конь bd7 это знал ход конь c3 слон g6 она пошла здесь конь h4 слон h5 это теория здесь есть взятие на c6 слон бьет c6 тогда по-моему b4 есть ход аb здесь есть ход аb по-моему cb можно взять да но что-то меня смущало аб я просто давно не повторял но я помнил как играть и я думала просто она после слона h5 задумалась я думала что я где-то ошибся но на самом деле все нормально а и в общем она на самом деле задумалась что она не понимала она мне сказал что она типа не понимала зачем ход h3 и поэтому пошла ладья е1 то есть h3 непонятный был для нее ход и она пошла ладья е1 она она знала что надо ходить h3 но она пошла ладья е1 в общем да да h3 здесь но на h3 h3 смотрите вот h3 основной ход так играл недавно не помощь против ногам ура но эту линию давно узнал на самом деле здесь надо играть так ладья c8 аb cb надо здесь есть два отступления ферзь д1 и ферзь е1 ну вот эти ладья я думаю известно да ферзь д1 надо играть b4 конь а4 надо отступать ну а хотя ну вот ферзь е1 кстати на b4 отступление с конь а2 ну допустим ферзь д1 тогда b4 конь а4 ей на h3 не сразу б4 но там можно пойти конь а2 по моему что такое да здесь ладья c4 слон c1 конь b6 он c1 по моему конь b6 он бьет b6 верзь бьет b6 там тогда и g4 тут наверное слон g6 конь g6 rg перзь d3 перзь бьет d4 перзь d4 ладья d4 ладья бьет a6 ну был сейчас такой равный ферзь ферзь е1 здесь не помню ну да ладья c8 наверное да и ну да наверное это у меня было записано в общем здесь все хорошо Да, и поэтому Ну, также есть ход ферзь Е Отступление на Е ЦП ферзь Е Ну, это Хорошо, она пошла Она пошла ладья Е1 Это неточность У черных сразу лучше В общем, черными лучше получил С дебюта я пошел ладья С8 Ей не нравился на 3б4 Ход На H3 не нравился B4 Но там вроде конь А2 Вот почему она не пошла H3 Она спросила, что на B4 Я, кстати, сам не понимал, что на B4 Но, наверное, да, конь А2 И, кстати, здесь можно Ц5 рассмотреть Жарство, но она не проходит Вроде бы не должна Проходить На Ц5 Ж4, по-моему, есть ход Хотя надо еще уточнить Да, Ж4 здесь Слон Ж6 Или конь D5 B3 Кстати, интересно, линия B3 Ну, надо, в общем, еще раз проверить Да, потом с компьютером проверим Возможно, и так, кстати, можно играть интересными То есть, например, вместо ладья С8 Сильный ход Хочу пойти B4 Пропустить Ц5 Никаких проблем нету Ну, просто достаточно хорошо знал теорию Поэтому и вышел с перевязанным зачером Ну, плюс мне еще повезло, что на H3 не пошла Если бы H3, ну, то есть, там бы равная была позиция Да, я здесь Она пошла Е4 Е4 Этот ход Объективно, наверное, проигрывает сразу уже Хотя достаточно талантливый ход Потому что Вот здесь она позевнула ход Конь B6, по-моему И Ну, здесь был выигрыш Б4 Конь Е25 Здесь был выигрыш Совершенно неочевидный выигрыш В общем, B4 Конь Е2 Она хотела пойти конь Е2 По-моему, с идеей как-то перебросить коня на F4 Но я пошел здесь И здесь надо играть С5 Я так и хотел Очень быстро пойти Эта реакция естественная Сразу все подорвать Мне не нравился ход Д5 Она тоже мне сказала, что Д5 бы пошла Но здесь есть, по-моему, ход С4 Который выигрывает партию Если я не вру Или, может, конь Е5 Да, в общем, надо еще раз компьютером проверить Но, да, надо перепроверить Потому что у черных Может, не С4? Там, вероятно, единственными ходами Позиция, по-моему, выиграна Здесь стекается Ну, это не сказать, что пущен выигрыш Как-то язык не поворачивается Потому что неочевидно Да, 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 да С4 С4 Продолжение следует...